здравствуйте друзья подписчики сегодня мы немного поговорим о куриных яйцах и о курицах а их содержание и яйценоскости можно так сказать курами еще сегодня не ходил единственным уже кормушки приготовил все насыпал вот что мы кушаем сейчас мне подвезли пивную дробину как говорится бесплатно это ячмень вареный там сохраняются витамины все что как бы есть там нормально это вареный ячмень тут добавлено немного рыбной рыбного фарша у меня был старый премикса добавлен и мел ну и сверху я ковшик кидаю вот это вот комби корма это смоленский хороший комби корм когда они употребляют они хорошо несутся то есть мы не такие говорится богатые чтобы кормить дешевым комби кормом дешевой едой куриц и потом ждать по месяцу одно яйцо вот они наши курочки красоточки сидят по поводу яиц желтые и белые разницы нет никакой только в цвете белые курицы несут белые яйца яйца рыжие там рябые вот она рябая наша красавица несут желтые яйца рыжие вот они все бегут бегут я их уже приучил кормлю на улице выходите выходите но что вы думаете так белые курицы у нас уже полиняли здесь у нас конечно бардак и ничего не хочу убирать переделывать это все будет по лету сноситься и строится из блоков курятник пристраиваться к свинарнику здесь у нас уже просто как камень здесь были опилки ну вот что принципе стало за зиму так вот оно мое утрешное яичко курочки снесли молодцы девочки поилка у нас стоит такая здесь очень удобно не разливают ничего здесь влазит 30 литров вода это чисто это я чектоник чуть добавлял хватало зимою на два дня вот этих 30 литров зайти куром так петрович кого-то уже с утра топтанул а вот это корыто они просто за день выпивают то что не выпивают они переворачивают так вот по поводу яиц разницы между белыми и рыжими никакой по составу как говорится абсолютно не только по цвету ну пасхи что-то все люди просят белые яйца но у нас белых яиц максимум девять штук как говорится в день бывает в основном все серые и рыжие рыжие эти у нас будут забиваться в ближайший месяц сейчас потеплеет пойдут они на колодку потому что им уже третий год я не вижу смысла дальше держать по факту у нас 25-27 яиц бывает вот было грубо говоря на тот момент когда вот эти серенькие уже должны были разнестись серых мы брали по осени они вот тут гуляют вчера привез травку с теплиц привез мокрицу вот половину съели сейчас за день они из клюют потихоньку пивную дробину они очень хорошо едят на это пивная дробина бывает грубо говоря раз в два месяца там привозим килограмм по 200 то есть как бы у меня и свиньи и едят и куры едят немножко такой финансовый перед их появляется так надо проверить чтобы дверь ветром не закрылась что-то яйцо потеряла или собралась нестись вот так что вот так свинар и свинар не говорю курятник этот холодный просто холодный здесь стояла лампа то есть даже на раз и вода пример зала так вот мы здесь вот сейчас гуляем потом сделаю пристройку тут место позволяет они будут может быть даже здесь гулять а может и не будут по поводу курей покупать так покупать когда покупать покупать курей надо молодых чтобы он было там три четыре пять максимум месяцев чтобы вы уже приучали их своей как говорится еде так петрович смотрит жертву смотрит кого потрепать их приучали к своей идее они у вас как говорится неслись хорошо но опять а папа поймал но она ушла от него петрович они тебя обижают не хватаете женской ласки до петрович куриный я привезем те новеньких попозже вот но опять же на одной пшеницы кто там говорит что я кормлю только одной там пшеницы и не знаю чем там кукурузы у меня куры несутся это все бред куры могут нестись только при сбалансированном питании чтобы было сбалансировано питание это только уже готовые зерна смеси как говорится готовы комбикорм ну а петрович не поддакивает лавова поймал причем она сама повернулась к нему потряхнулась и пошла вот эти кстати петухи галашей как вот у нас петрович они но сами то самые продуктивные любвеобильные можно так сказать тухой там уже у нас четвертый год пошел скоро пойдет поэтому что поэтому кормите птиц правильно и у вас тогда будут каждый день яйца и самое главное что это куриц не надо закармливать курица должна быть всегда немного но голодная ходить ковыряться искать червячков травку жучков вот что хорошего 7 дня хорошего настроения скоро должны пойти теплые денечки и уже будет веселее да дианка дианка подъела на дина но выпускать я тебя не буду потому что мне на работу надо вечером будем гулять с тобой ветерам хвостиком тоже коза пивную дробину хорошо ест да твой я вкусно но мы больше любим по чужим мискам шарится там вкуснее за к зайка 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 чуня хрюкает чуня учуяла запах рыбного фарша курицам даю немного и И тут сходила с ума Дашка ест Анубис ест Наш мальчик Две пайки уже съел Да мальчик Мальчик, мальчик Этот мальчик Скоро поедешь на новое хозяйство Я с надеясь ты все отработал Как положено Да мальчик Мальчик, мальчик, мальчик Вот она наша биба-бобочка Красотки две Надо еще трех свинок покупать Чтобы у нас, как говорится, был комплект по клеткам Чтобы к зиме уже все было Как говорится, все восемь клеток заняты были Газа у нас переедет в новый курятник пристройку Анубис у нас летом переедет на улицу На летнее проживание Ну мальчик, скорее всего, в ближайший месяц уедет Да мальчик? Если ты уедешь в ближайший месяц, ты еще поработаешь Да Ты еще поработаешь там на хозяйстве Да, 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 да Скажи, я хочу к девкам Я хочу к девкам А что ты? Ай, хулиган Ай, кусака этот Ну а что ты, балуешься? Да, укусить меня? Ну, ну, ну вот, пожалуй, смотрите Мы же не кусаемся Мы это так вот у нас Развлекаловка Давайте Почешу Почешу тебе бивни твои Ай, чех, чех, чех Иди сюда Ну как вот Как его не погладить, да? Как тебя не погладить Этого мальчика холесого Да, 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 да Скажи, дай мне еще пивную дробину Хватит Зопа будет зирная Зопа будет зирная, свин Свин, свин, свин Свин, свин, свин Кто ты усами трясешь? Вот так вот Окошко я уже даже на ночь не закрываю На улице тепло Ну и чтобы, как говорится, свежий воздух был Потому что все равно Хоть на опилках, хоть на бактериях Очень большая влажность Очень большая Надо ставить принудительные вытяжки Осевые вентиляторы Тогда что-то будет Как бы свежий воздух Но это будет, скорее всего, в жару Так и будет делаться Все окошки на распашку Вот, все, друзья Зойка, скажи всем пока Хрю Зойка, хрю Хрю, хрю, хрю Все, хорошего дня всем